Израиль готовится к полномасштабной наземной операции в секторе газа. Правда, сегодня газета New York Times сообщила со ссылкой на источники в израильском правительстве, что премьер Нетаньяху отказался подписать приказ о начале такой операции из опасений лишиться доверия населения в случае ее провала. Далеко не все в Израиле, как показывают опросы, поддерживают масштабное введение войск в сектор газа. Ну а в Москве тем временем принимают высокопоставленного представителя Хамас, боевики которого совершили самое кровавое нападение на Израиль со времен Холокоста, который многие страны признали террористической организацией, а Россия нет. Москва представляет визит делегации Хамаса в российский МИД как переговор об освобождении заложников. Спикер президента Путина Дмитрий Песков при этом сегодня указывает, что никаких контактов с находящейся в Москве делегацией Кремль не планирует. Так зачем хамасовцы в столице России? И чтобы вообще известно об этом, прямо скажем, неоднозначном визите, пояснял Сергей Дик. Ни видео, ни протокольные съемки, лишь эта фотография в телеграм-канале «Хамас». Визит членов движения в Москву никто не анонсировал, а в Министерстве иностранных дел России после встречи сухо сообщили, что состоялись некие контакты для освобождения заложников. На приезд Хамаса в Россию это, понятное дело, попытка России играть, вернее даже показывать себя в качестве посредника. То есть о чем они говорили? Они говорили об освобождении заложников. Об освобождении заложников. То есть начальницы приговора велись через Катар, где же находится сейчас руководство, часть руководства «Хамаса». Теперь вот из «Дней мусульманского мира» эта тема была перенесена на московскую площадку, и, видимо, не без основания. Москва вряд ли в состоянии помочь освобождению заложников, так считает ряд экспертов. В первую очередь по той причине, что переговоры, если это были они, нужно вести совсем с другими людьми. Делегация «Хамаса», которая приезжала в Москву во главе с Мусуабу Марзуком, это только политбюро. А главные переговоры сейчас идут с боевым крылом «Хамаса». Это те люди, которые непосредственно находятся в секторе газа, скрываются в подземных туннелях. Это те, кто удерживают заложников. И вот с ними нужно разговаривать, скажем, об освобождении заложников. И сейчас вот такие рычаги более-менее имеются только у Катара, Египта и у Турции. Возможно, у России таких рычагов нет. Впрочем, у Кремля могут быть и другие цели, кроме демонстрации своей позиции в качестве переговорщика. Причем цели встречи с представителями движения «Хамас», как считают многие, могут быть и сугубо личными. Самое главное, я думаю, это личная обида Путина, как это довольно часто бывает. Обида на Нетаньяху, который считался его ближайшим другом, который часто приезжал в Москву, участвовал в шествии бессмертного полка и так далее. Вот таким образом, на мой взгляд, Путин мстит Нетаньяху, мстит Израиле. И это очень хорошо видно по российской госпропаганде, которая фактически злорадствует по поводу того, что происходило и происходит в Израиле. С другой стороны, Москва может добиться обратного эффекта. В Израиле, которые продолжают обстреливать из сектора газа, тоже обращают внимание на отношения России. И это отношение многих приводит в недоумение. Безусловно, это вызывает раздражение в Израиле. Я напомню, что порядка трети говорят по-русски. И являются выходцами из России в какой-то степени. То есть как-то были связаны с Россией. Более того, в Израиле немало было людей, которые даже после 24 февраля положительно относились к России. Это тоже нужно понимать. И которые пытались дистанцироваться от российско-украинской войны и полагать о том, что несмотря на все, что мы любим Россию, сейчас я вижу по их настроениям, они очень сильно призадумывались. В России уже не первый раз принимают членов движения ХАМАС. Последний раз члены группировки приезжали в Москву минувшей весной. Но прошедшим несколько дней назад голосовании по резолюции ООН о ситуации на Ближнем Востоке Россия использовала право вета. В ХАМАС за эту позицию Кремль поблагодарили. Когда после страшной атаки ХАМАС на Израиль 7 октября Ближневосточный конфликт вспыхнул с особой силой, многие эксперты заговорили о том, что война в этом регионе на руку Москве. Более того, некоторые, как, например, отставной американский генерал Ходжес, уверены, что новый виток эскалации спровоцировали как раз Иран и Россия. Якобы Россия таким образом пытается отвлечь Запад от войны в Украине. О том, какую роль играет Кремль на Ближнем Востоке, поговорим с колумнистом Deutsche Welle Константином Игертом. Вы его видите сейчас на своих экранах. Костя, здравствуй. Приветствую, Маргар. Кость, 7 октября ХАМАС, если в этом кто-то еще сомневался, по факту показал себя как террористическая организация. Россия эту атаку осудила, но через три недели, как мы уже говорили в нашем выпуске сегодня, приняла у себя представителя этой организации. Российский МИД говорит, что речь шла о судьбе более 200 заложников, которых удерживает по сей день ХАМАС. Может ли Россия повлиять на ситуацию, где до сих пор главным переговорщиком все-таки выступал Катар, имеющий огромное влияние на ХАМАС? Я думаю, что такая надежда у Путина есть. И интересно, вот мне кажется, что как раз в тот момент, когда в Москве была делегация, было членом политбюро ХАМАСа Мусабу Марзуком, одновременно в Москву приехал и замминистра странных дел Ирана Али Багири Кани, который встречался с хамасовцами. Я думаю, что на самом деле Путин серьезно думает, что он может добиться от своих друзей в секторе газа и в Тегеране какого-то там жеста доброй воли, освобождения, ну, предположим, хотя бы там 10 человек. Кстати, может быть, кстати, с российскими паспортами. И сказать, что вот видите, можно с этими людьми говорить, а ненормально, надо только найти к ним подход. И для Путина это, несомненно, возможность, во-первых, сделать так, чтобы весь мир там забыл про то, что он творит в Украине. Номер два. Для него выгодна эта история. Я не говорю, что он, вот как раз я не буду за Беном Ходжесом следовать, я не знаю, делал ли, способствовал ли Путин атаке Хамаса. В чем я глубоко уверен, так это в том, что Иран о ней знал и мог сообщить об этом России. Могла ли Россия как-то повлиять на Хамас? Здесь другой вопрос. Я думаю, что все-таки это не настолько близкие отношения. Но, тем не менее, это нападение, это зверство, оно способствовало, ну, скажем так, в том числе таким приятным для России колебаниям на рынке цен на нефть, не гигантским, но, тем не менее, наконец, последнее. То, что Россия сейчас делает, вот, введя эти переговоры и с иранцами, и с хамасовцами, это ведь не только касается Ближнего Востока. Это такая акция, которая для Путина важна в свете его стратегии наращивания отношений, так сказать, развития отношений с так называемым глобальным югом. Там Южная Африка, Бразилия, вот эти все страны, которые сейчас Кремль активно очень обрабатывает за неимением союзников на Западе. А там известны очень сильные пропалестинские симпатии, очень силен антиамериканизм, очень сильные антиизраильские настроения. Послушайте, что говорил там президент Бразилии Лула там буквально полтора-два дня назад. И в этом смысле до Путина это еще прекрасный, так сказать, пиар-ход. Он себя покажет человеком, который, знаете как, вот вы говорили, что той Москвы, которая помогала организация освобождения Палестины, Африканскому национальному конгрессу, там, прибрежневе, Андропове, этой Москве больше якобы нет. А теперь вы видите, она есть. И в этом смысле для Путина это еще и такой более глобальный дипломатический ход. Ну вот мой следующий вопрос, он как раз, наверное, подтягивается к твоему ответу. Какую вообще роль может сейчас играть Россия на Ближнем Востоке, учитывая ее войну в Украине, и именно по этой причине силы ее не безграничны. Ведь я так понимаю, что любые договоренности, они сводятся к тому, что Москва должна что-то предлагать взамен. Да, и более того, я думаю, что, ну, более реальностью реальный вариант, это то, что Москва договорится с Хамас, кстати, может быть, при помощи как раз иранцев, которые действительно имеют большое влияние, являются также одними из спонсоров хамасовцев, может договориться о каком-то жести доброй воли. Я думаю, что этого для Москвы будет достаточно. Как раз совершенно права в том смысле, что, ну, настолько глобального влияния, которое, например, ну, имеет на ситуацию в секторе газа, там, тот же Катар или Турция, у Москвы все же нет. И поэтому я думаю, что Путин хорошо понимает, в чем тут его могут быть, ну, где кончается, где пределы его влияния. Кроме того, для того, чтобы быть посредником, нужно говорить с двумя сторонами. Нужно быть человеком, который может говорить с израильтянами, может говорить с камасовцем. Да, Израиль, конечно, рано или поздно будет говорить с Россией, потому что существуют вот эти интересы, связанные с Сирией, с, так сказать, защитой израильских интересов там, от нападения со стороны Сирии, с территорией Сирии, точнее, но того доверия, которое необходимо для настоящей посреднической миссии, сегодня между Москвой и правительством Израиля, несомненно, нет. Ну, вот как раз я хотела тебя тоже спросить об этом. Израиль собирается, как он заявлял и не раз, стереть с лица земли Хамас, Москва принимает у себя представителей Хамас. Вот как это вообще может сказаться и скажется ли на российско-израильских отношениях в обозримом будущем? Дело в том, что российско-израильские отношения уже находились под очень серьезным давлением с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Потому что все, да, большая часть израильтян все-таки, конечно, сочувствует украинцам. Я, так сказать, имел возможность в этом убедиться. А теперь, после вот этого жеста Путина, доверия израильского общественного мнения, к Москве еще ниже. И я уверен, что Нетаньяху больше не будет вывешивать постеры, где он жмет руку Путину во время предвыборной кампании. Если у него еще будет какая-то предвыборная кампания когда-нибудь, потому что я не думаю, что он будет на кого-то очень хорошо действовать. Конечно, после этого рейтинги, что называется, Москвы и Путина в Израиле пошли вниз. Это очень чувствительный момент в данной ситуации. И тот факт, что Путин, прямо скажем, далеко не первым позвонил Нетаньяху, что вот эта позиция пропаганды, а между прочим, в Израиле очень многие смотрят российское телевидение, и вот этот шабаш, который реально начинает напоминать какой-то такой, вот это реально пахнет антисемитизмом, но по крайней мере, как я их помню, брежневских и андроповских времен, все это, конечно, бьет по позициям Москвы. И в этой ситуации мне трудно себе представить, что Нетаньяху скажут, знаете, Путин вот такой крутой, мы ничего сделать не можем, мы вынуждены пойти на разговор с ним, чтобы он выручил наших людей. Я уверен, что Нетаньяху на это сейчас не пойдет. Если честно, ему даже, по-моему, проще поговорить на эту тему с Эрдоганом или с Катарцами, чем с Путиным. Спасибо, Костя. Это было мнение колумниста и обозревателя Дочи Вели Константина Эгерта. Как на Западе, где, несмотря на поддержку Израиля, признание его права на самооборону и шок от атаки Хамас 7 октября в последней неделе все громче звучат призывы не забывать и о мирном населении сектора газа, восприняли приезд делегации Хамаса в Москву, выясняли мои коллеги. Израиль осудил решение правительства России пригласить в Москву представителей террористической группировки Хамас, назвав это позорным шагом, который поддерживает терроризм и узаконивает зверства террористов. Об этом говорится в официальном телеграм-канале МИД Израиля. «Хамас – террористическая организация, худшая, чем ИГИЛ. Руки главарей Хамас залиты кровью более чем 1400 израильтян, которые были зарезаны, убиты, казнены и сожжены. И они несут ответственность за похищение более 220 израильтян, включая младенцев, детей, женщин и стариков. Мы призываем российское правительство немедленно изгнать террористов Хамас». В Берлине отказались подробно комментировать встречу в Москве. «Хамас – террористическая организация. И тот, кто позиционирует себя как её друг, должен знать, что он делает. И это во многом характеризует его самого». Россия стала первой страной в мире, официально принявшей делегацию террористического движения «Хамас» после атаки его боевиков на Израиль. Одновременно в Москву приехал представитель иранского МИДа. «Это тот момент, когда мы видим, что формируются новые блоки. И то, что Россия в нынешней ситуации, когда за один день было убито и уничтожено небывалое число евреев со времён Холокоста, всерьёз приглашает на дипломатические переговоры в Москву исполнителей из этой террористической организации и её спонсора Иран, совершенно не подлежит обсуждению для Израиля. Если Россия показывает себя союзником Ирана и Хамас, то Израилю не остаётся ничего другого, как минимизировать свои отношения с Россией. А у военного преступника Владимира Путина и тех, кто ведёт преступную агрессивную войну против Украины, постепенно появляются партнёры, которые его устраивают. Это Северная Корея, это Иран и, к сожалению, Хамас». Правда, в российском МИДе заявили, что на переговорах обсуждалась возможность освобождения иностранных заложников. В правительстве Германии подтвердили, что среди заложников, которых удерживает Хамас, есть и российские граждане. В свою очередь, эксперт из немецкого фонда Наумана сомневается, что России удастся как-то повлиять на решение вопроса о судьбе заложников. «Я думаю, это относительно маловероятно, потому что после кровавой бойни, которую устроил Хамас, Израиль дал понять, что никаких сделок с этой террористической организацией не будет. Практически Хамас может освободить заложников или не освобождать их, но если боевики освободят заложников, то ничего не получат взамен. И поэтому я думаю, что любые попытки России создать видимость того, что они просто пытаются выступить в качестве посредника, чтобы освободить заложников, довольно безнадёжны». Эксперт считает, что ещё пять лет назад Россия могла бы сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, ведь она поддерживала хорошие дипломатические отношения со всеми сторонами. Однако теперь ситуация изменилась. «Россия испортила хорошие дипломатические отношения с Израилем, предложив Хамас в такой ситуации политическую сцену. Как это происходит сейчас, во время их визита в Москву. Поэтому я не верю, что Россия может играть реальную роль посредника». Вашингтон также подверг критике Москву за приглашение представителей Хамас. «Наше послание любому другому государству мира таково. Сейчас не время для того, чтобы как-то поддерживать способность Хамас продолжать убивать израильтян». По словам Кирби, любая страна, которая хочет оказать поддержку в данной ситуации, может помочь Израилю защитить себя или же оказать помощь в доставке гуманитарных грузов. Израиль оказался меж трех огней. С одной стороны – сектор Газа, с другой – западный берег реки Иордан, с третий – Ливан. Израильская пехота сегодня совершила новую вылазку в сектор Газа, атаковав при этом позиции боевиков Хамас. Операция была точечной и короткой. Как сообщается, после уничтожения выбранных целей – это ракетные установки и командные центры Хамас – военные вернулись на территорию Израиля. Погибших и пострадавших нет. Продолжают Израиль ракетные обстрелы Газа. В ответ из сектора тоже летят ракеты в сторону Израиля. Одна из них попала сегодня в жилое здание в Тель-Авиве. Трое человек ранены. Неспокойно и на западном берегу реки Иордан. Неделю назад Израиль нанес авиаудар по этой территории. С тех пор там регулярно происходят столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Ну и третий фронт – соседняя Ливана, откуда Израиль тоже регулярно обстреливается. При этом само ливанское общество расколото. Одни призывают к военным действиям против Израиля в поддержку Газа, другие опасаются втягивания страны в масштабный конфликт. О настроениях в Ливане в нашем репортаже. Этот ливанский инженер все чаще в последнее время задумывается о будущем. На следующей неделе он планировал переехать из Ливана в Саудовскую Аравию. Там Мохаммад нашел новую работу. Но теперь его планы подвесли в воздухе. Многие авиакомпании приостановили полеты в Ливан по соображениям безопасности. А государственная авиакомпания перебросила свои самолеты из Бейрута в другие аэропорты в связи с ситуацией на Ливано-Израильской границе. В Ливане финансовый кризис, поэтому я решил уехать в Саудовскую Аравию. Я должен был уехать в конце месяца, но сейчас я беспокоюсь, что аэропорт закроют или отменят рейсы. Уезжать раньше было слишком дорого, и я не мог позволить себе такой вариант. Я волнуюсь и не знаю, что делать. Война Израиля против напавших на страну террористов Хамас еще больше вбивает в клин, в и без того расколотое ливанское общество. Растут опасения, что напряженность на южной границе Ливана может перерасти в более масштабную конфронтацию с Израилем. Для многих жителей это кажется кошмаром. Мы, конечно, боимся. Мы не хотим конфликтов, но мы уже находимся в кризисе. Мы опасаемся ввязываться в войну. Страна разрушена, ей грозит экономический коллапс. Мы не готовы к войне, но, похоже, то, что происходит в Газе, нас точно коснется. Ливан не должен вступать в войну. Мы абсолютно к ней не готовы. Экономическая ситуация ужасна. Мы не справимся с войной. В это же время на другой улице группа ливанцев организует акции протеста в поддержку Газы. Некоторые даже призывают к военным действиям против Израиля. Мы все должны быть едины. Если мы не поддержим жителей Газы сегодня, Израиль нападет на нас завтра. Мы не боимся вступать в бой. Это наш долг. Конечно, мы поддерживаем вступление Ливана в борьбу, потому что мы один народ. Если мы не поддержим их, то кто их поддержит? Разногласия в обществе являются отражением политической ситуации в стране. Ливан уже год остается без президента после 12 неудачных попыток парламента избрать нового главу государства. Временное правительство практически не функционирует. Финансовые ресурсы исчерпаны. Война стала бы для Ливана катастрофой. Правительство работает над предотвращением войны. Но если она начнется, мы столкнемся с нехваткой лекарств, топлива, возможно, отключением интернета. Кроме того, поддержание работы наших больниц, обеспечение продовольственной безопасности и поставок пшеницы – это достаточно серьезные проблемы, решаемые правительством сегодня. За поддержкой мы обращаемся к международным организациям. Многие страны рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан, потому что опасаются втягивания его в войну и радикализации исламистов. Мохаммад, как и большинство ливанцев, тоже боится дальнейшей эскалации. Ситуация на Ближнем Востоке стала главной темой двухдневного саммита ЕС, который стартовал накануне. Страны Евросоюза смогли прийти к общей линии, но далось это, прямо скажем, нелегко. Четыре часа переговоров, разная история европейских стран и их степень ответственности перед Израилем. В первую очередь, нелегко было договориться о формулировках по гуманитарной помощи сектору газа и по формулировкам условий для ее предоставления. Подробнее о том, что и кого не устраивало в формулировках в ЕС, а также о том, что с замороженными в ЕС российскими активами и помощью Украине узнаем у нашего СОПКОРа при штаб-квартире Евросоюза в Брюсселе Ксении Польска. Вы ее видите на своих экранах. Ксения, здравствуй. Здравствуйте. Ксения, как понимаю, в основном мнения разошлись по Ближнему Востоку между Германией и Нидерландами с одной стороны, и Испанией, и Ирландией с другой. Скажи, в чем были разногласия, ну и какую роль, в частности, Германия играет в принятии решений по Ближнему Востоку в ЕС? Ну, на самом деле, вот из всех стран, которые ты назвала, наверное, самые полярные мнения были выражены с одной стороны, действительно, Ирландией, а с другой стороны, даже не столько Германией, сколько Австрией, которая, как и Германия, несет историческую ответственность за Холокост. И с одной стороны, Ирландия говорила, что она категорически выступает за прекращение огня на Ближнем Востоке, и что такая формулировка должна быть внесена в окончательный итоговый документ. А с другой стороны была Австрия, которая говорила, что любые фантазии, даже в этом направлении, в направлении прекращения огня, перемирия, играют на руку террористической организации Хамас. Таким образом, это были два полюса. Германия изначально занимала позицию против какой-либо формулировки о прекращении огня, но в конечном итоге ее позиция смягчилась. Там уже вначале говорили о гуманитарных окнах, и потом Германия тоже согласилась на гуманитарные паузы, которые и были отражены в финальном документе. Что касается Нидерландов и Испании, Нидерланды действительно выступают очень в поддержку Израиля, то есть они понимают, что прекращение огня такой формулировки не должно быть, потому что, опять-таки, действительно это играет на руку Хамас, потому что Израиль в этот момент не сможет защищаться, а Хамас это террористическая организация, которая неизвестно будет ли придерживаться призыва к прекращению огня или нет. А Испания занимала такую промежуточную позицию, тем более, что она председательствует в Совете ЕС сейчас, и она, конечно, с одной стороны должна лидировать, а с другой стороны ей нужно как бы смотреть вообще, какие настроения, какая температура по больнице. И Испания, кстати, выступила с предложением, которое в итоге приняли в окончательном документе, до этого его не было, провести мирную конференцию по конфликту в Ближнем Востоке. То есть, с одной стороны, сейчас призывают к гуманитарным коридорам и гуманитарным паузам для того, чтобы доставить гуманитарную помощь и освободить заложников, а с другой стороны, необходимо продолжать мирный процесс. Все абсолютно 27 стран ЕС настаивают на долгосрочном решении двух государств на Ближнем Востоке и ради этого и хотят устроить эту мирную конференцию, по которой пока что подробностей нет. Ксения, стало известно, что на саммите обсуждался вопрос использования российских активов, которые были заморожены в ЕС с началом войны в Украине. Есть ли какие-то изменения по этому вопросу? Да, действительно, можно сказать, что если раньше было очень мало конкретики в этом вопросе, то есть страны нерешительно высказывались на эту тему, потому что не было понятно, как законным способом можно использовать эти замороженные активы, поскольку это как бы национальные активы Российской Федерации. На столе было очень много разных предложений, но до сих пор мы не знаем ни одного предложения конкретного, которое бы устроило большинство стран-членов ЕС. В любом случае, этот вопрос очень интенсивно обсуждался на этом саммите. Это подчеркивали и главы институтов ЕС, и представители стран ЕС. И можно сказать, что они пришли к выводу, что, видимо, есть какие-то рабочие версии, и уже конкретно обратились к Европейской комиссии и к внешнеполитической службе Евросоюза для того, чтобы те представили рабочие предложения, с которыми уже страны-члены смогут работать дальше, и чтобы выработать общую позицию. Но совершенно четко ясно, что решительность присутствует, и страны намерены разрабатывать этот вопрос, поскольку они видят, что в условиях всех существующих кризисов сегодня и необходимости, как говорят многие для Евросоюза, усиливать свою обороноспособность, тех средств в бюджете, которые есть сейчас, может просто не хватить. Поэтому для того, чтобы помогать Украине, необходимо задействовать внешние финансовые возможности. И они видят такими замороженные активы Российской Федерации на своей территории. Ксения, нынешний саммит ЕС завершается сегодня, проходил он в крайне непростые времена. Это и оказавшийся на пороге войны Ближний Восток, оказавшийся на пороге войны и война в Украине. Поддержка Украины названа сейчас приоритетной, однако по 50 миллиардам евро для Киева на ближайшие 4 года пока договориться в ЕС не удалось. Что мешает? Не что мешает, а кто мешает? Мешает, с одной стороны, это уже вчера было известно в Венгрии, сегодня стало известно, в частности Виктор Орбан, который приехал на саммит, и сегодня уже стало известно, что участвующий в саммите впервые новый премьер-министр Словакии Роберт Фитцо также не придерживается четкой позиции в пользу создания Фонда помощи Украине и внесения его в бюджет до 2027 года. Проблема в том, что, вот, что касается Орбана, да, им там задали несколько вопросов, то есть, например, если не поддерживать Украину и отдать ее на откуп России, каким вы видите будущее, какие есть альтернативы, если дать России победить, неужели вы считаете, что вы при этом окажетесь в безопасности? Как сказала премьер Эстонии Кая Калас, на эти вопросы, которые им задали, ответов пока что не последовало. То есть, у стран есть еще два месяца, чуть меньше, до следующего саммита в декабре, на котором они должны принять решение по Фонду помощи Украине, потому что он закладывается в бюджет, долговременный бюджет на 2024-2027 год. То есть, с одной стороны, есть две страны, которые не поддерживают сейчас, но, с другой стороны, у Еврокомиссии есть какие-то рычаги давления, скажем, в виде замороженных фондов на Венгрию, а с другой стороны, есть возможность еще найти диалог и аргументы для разговора со Словакией, потому что она на самом деле, если верить посту в Фейсбуке, который сделал Роберт Фитца, то Словакия хочет гарантий, что, как она называет Украину, одна из самых коррумпированных стран в мире, будет эффективно использовать эти средства. Украина работает над планом, который она представит Евросоюзу, и тогда уже, я думаю, что этот диалог будет более предметным, и есть сейчас время, есть аргументы для того, чтобы все страны в результате пришли к консенсусу по этому вопросу. Спасибо, Ксения. За ходом саммита ЕС в Брюсселе следила наш СОПКОР Ксения Польска. СОПКОР Ксения Польска